16-я 249-я гвардейско-карачевская дивизия формировалась с 6 по 15 июля 1941 года в городе Загорске Московской области. Девятиклассница Алиса Белова ведет экскурсию по школьному музею боевой славы. В 1941 году здесь, в Птицеграде, формировалась дивизия, которая пройдет путь от Ржева до Кёнигсберга. Восьмая школа принимает участников второго этапа смотра конкурса музеев и патриотических объединений образовательных учреждений округа «Мы памяти нашей верны». У нас заключительный этап смотра конкурса музеев «Мы нашей памяти верны». В финал вышли 28-я школа, 11-я, 1-я, 16-я, всего 10 школьных музеев. Через несколько минут на сцену выйдет актив музея 16-й гвардейской карачевской дивизии. У нас на сцене, получается, будет 8 человек. 6 человек из них будет говорить о ветеранах, которые были в нашей дивизии. Например, у меня это Джабраил Фомет Мирзамамедович. Одна девочка у нас будет петь песню, которую написали ее родители. А одна девочка, она будет рассказывать про своего дядю, который недавно погиб. В нашем выступлении мы хотим показать связь поколения, от ветеранов до наших людей, дней, и показать, как это важно, помнить наших ветеранов историю в наши дни. С 2009 года лучший школьный музей получает на хранение символ Знамени Победы. Эту традицию ввел Совет ветеранов округа. Представители музеев выходят на сцену, представляя свои проекты. Одним из самых эмоциональных моментов стал рассказ Анны Васильевой о своем дяде, погибшем в первые дни специальной военной операции. Боевая машина подверглась, обстрелы взорвались. Товарищи, вытащили нам семейское вещество БТР. Однако никто из тех, кто находился в нем. Актив Народного музея боевой славы 16-й гвардейской карачевской дивизии стал одним из победителей конкурса. Им вручен символ Знамени Победы. Также первое место занял актив музея «Богородская изба». Им была передана на хранение памятная капсула с землей городов-героев. Татьяна Колганова, Вячеслав Шумов. Программа «События».